Каждую среду в студии телеканала Самара ГИС мы говорим об актуальных задачах и перспективах развития Самары с руководителями городских департаментов, служб и муниципальных предприятий. Вы смотрите программу «Самарская среда». Меня зовут Ян Налимов. Здравствуйте. Чем живет исторический центр Самары в 2020 году? Как меняется город после получения статуса исторического поселения регионального значения? Какие новые коммуникации будут построены в Самаре в ближайшее время? В нашей студии глава администрации Самарского внутри городского района городского округа Самара Роман Радюков. Мы работаем в прямом эфире и вы можете задавать нам свои вопросы. Телефон в студии 202-11-22. Роман Александрович, добрый вечер. Рад вас видеть. Добрый вечер. Очень приятно. Самарский район, район для меня, наверное, для всех жителей Самары особо. Это район, скажем так, романтики, район любви, в хорошем смысле этого слова. Ленинградской набережной, свидания, тусовки. Не зря Ленинградскую называют Самарским Арбатом. И в этом есть очень много плюсов. Я их перечислил, это, так сказать, место отдыха. Но есть и минусы. Вот на сегодняшний день в этой непростой, скажем так, сложной ситуации место, где огромное количество ресторанов, бутиков, тусовочных мест, как оно убирается и как там обстоит обстановка с точки зрения санитарной безопасности? Как выстроена работа по дезинфекции территории? Ну, вы правильно сказали, что Ленинградская – это центральная и самая красивая улица нашего города. И мы ей уделяем особое внимание. И в первую очередь, конечно же, в этой ситуации в плане дезинфекции. Подрядная организация, которая работает на территории района, дважды в неделю дезинфицирует улицу в ночное время. В ночное время суток реагентом, который у нас регламентирован Роспотребнадзором, хлорамином Д. Кроме того, все общественные пространства, находящиеся на улице Ленинградской, да, собственно говоря, и во всем районе, дезинфицируются практически каждый день силами управляющей компании, силами подъездных организаций и администрации района в том числе. Подъезды дезинфицируются в ежедневном режиме. То есть это ручки дверей, выключателей, те поверхности, которых касаются людей, которые представляют наибольшую опасность для заражения. Это делается в ежедневном режиме, повторюсь. Мы за этим четко следим и проверяем. Роман Александрович, вопрос, который я задаю регулярно, на самом деле. Дело в том, что управляющие компании – это частные компании, это бизнес-структуры, и они де юре вам не подчиняются. Вот как их убедить максимально эффективно делать эту работу, потому что это затраты, это заработная плата, это, так сказать, средства дезинфицирующие. Вот что нужно сделать и получается ли? Ну, в нашем случае район, опять-таки, специфический. У нас 90% жилого фонда обслуживает муниципальная управляющая компания. И со своей задачей они справляются довольно-таки неплохо. Ну, конечно, и сотрудники компании, в первую очередь руководство компании, жилсервисы, понимают всю серьезность вопроса. И то, что от их действий зависит и здоровье людей, и, собственно говоря, будущее их работы, и будущее района, поэтому они максимально серьезно подходят к этому делу, и к ним вопросов и нареканий сейчас никаких нет, дезинфицируют в полном объеме все. А вот те 10%, которые вы сказали? Ну, 10% – это другие небольшие управляющие, коммерческие управляющие компании и товарищество собственников жилья. С ними, конечно, с каждым руководителем компании, когда началась вот эта вот сложная технологическая ситуация, была проведена беседа. Все поняли, осознали, настроили свою работу. Ну, не буду скрывать, конечно, не с первого дня, потому что многие выливались в этот процесс, но по прошествии там трех-четырех дней уже на ежедневной основе у нас обрабатывались все поверхности. И дезинфицировались и подъезды, и участились уборки в подъездах, то есть работали все в полную силу, и продолжают это делать сейчас, понимая, что пик еще не пройден, и работы предстоит еще довольно-таки много. Я предлагаю посмотреть сюжет, и затем мы продолжим нашу беседу. Из-за пандемии коронавируса пенсионеры Самарского района вынуждены находиться дома. В это непростое время они особенно нуждаются в помощи, ведь у пожилых людей нет возможности сходить в аптеку или магазин. Жителей в возрасте от 65 лет поддерживают волонтеры. Они приносят им продуктовые наборы, покупают лекарства и помогают в быту. Один из них Леонид Ашурков. Мужчина уверен, пенсионеры, которые остаются дома, нуждаются во внимании и поддержке. Знаете, самый главный момент, я даже думаю, что это не продуктовые наборы и где-то медикаменты, а прямой физический контакт с теми людьми, которые, можно сказать, от нас уже уходят. Это живая история, которая нам необходима для наших потомков и для нас. В этот раз волонтеры пришли в гости к пенсионерке Рахиле Бурениной. Женщине вручили продуктовый набор и поздравили с грядущим праздником Победы. В преддверии праздника, нашей великой Победы 75-летия, нашим народным фашистам, наше волонтерское движение. Да, мы за счет них и живем. Я тоже ветеран, только на нынешних войнах. У меня сейчас слез парит. Ничего, вы упокойте, все хорошо. Пожалуйста, возьмите этот продуктовый набор. Это раздоверная открытка администрации. На сегодняшний день волонтеры Самарского района передали пожилым людям около 80 продуктовых наборов. Также они оказывают гуманитарную помощь горожанам, которые оказались в трудной жизненной ситуации и нуждающимся многодетным семьям. Роман Александрович, вот эта пандемия, она выявила на самом деле в жителях Самары, ну, на мой взгляд, лучшие качества, которые, в общем-то, нам на самом деле всегда были присущи. То есть это взаимопомощь, желание помочь ближнему. И мы это увидели в сюжете. Но есть и, как бы, другие ситуации. Это когда человеку необходимо где-то себя ограничить. Когда человеку необходимо лишний раз, может быть, куда-то не сходить, хотя очень хочется. И в случае Самарского района, ну, вот эти соблазны, они особенно велики. Вот насколько во время самоизоляции удается убедить людей, ну, извините за это такое слово, меньше тусоваться? Потому что в Самарском районе делать это очень хочется, на самом деле. Ну, я хочу вернуться немножко к сюжету. Да, действительно, большая работа проделывается волонтерами. И она проделалась и продолжает вестись. Особую благодарность, я хочу сказать, и объектам потреб рынка, которые свои продукты питания, то, что там кафе у нас работает на вынос, они какие-то ланчбоксы готовили для ветеранов. Несмотря на то, что мы же прекрасно понимаем, они работают не в полную силу. И все сейчас испытывают довольно-таки серьезные экономические проблемы. Но, тем не менее, они не отвернулись и взяли на себя дополнительную нагрузку, раздавая вот эти вот ланчбоксы более нуждающимся гражданам. Это очень приятно и отрадно. А что касается того, что стали меньше тусоваться, да, несомненно, люди стали меньше ходить по улицам района, соблюдать так называемую самоизоляцию практически с первых дней. Ну, в первую очередь, это самосознание граждан. Потому что все прекрасно понимают, что, выходя на улицы, они рискуют не только своим здоровьем, а здоровьем своих близких, с кем они встретятся потом дома, здоровьем своих детей и, собственно говоря, здоровьем всех окружающих. Мы, как администрация района, проводим ежедневный мониторинг всех мест, где максимально скапливаются граждане. Если мы замечаем такие скопления граждан, мы проводим профилактические беседы. Тут подключается еще и полиция. Вот за все время ограничительных мер составлено более 130 протоколов по этой статье. Но, тем не менее, я повторюсь, что самое главное, самосознание, оно играет главенствующую роль, и люди в большей степени остаются дома. Вот. Плюс к тому мы работаем еще и с объектами потреб рынка, проводим там профилактические беседы постоянные, чтобы если люди, посетители заходят к вам, чтобы обязательно соблюдался масочный режим, чтобы было дистанцирование, так называемое социальное дистанцирование, да, по полтора метра, чтобы были дезинфекторы и так далее. У нас даже есть такие передовые, но сейчас не буду говорить название, да, передовые объекты потреб рынка, которые вручают посетителям безвозмездно маски и... На входе. На входе, да. То есть потом они забирают их с собой для того, чтобы сохранить свое здоровье и находиться в безопасности. И я считаю, что это очень здорово, и эту работу нужно продолжать, и мы ее продолжать будем. Арман Александрович, вы помните, как выглядела Самара вообще и ваш район в частности во время чемпионата мира по футболу? Конечно. Было очень здорово. Вам нравится? Конечно. Я вижу по вашему лицу. Скажите, а вот что сейчас делается для того, чтобы сохранить это лицо таким же? Потому что я, ну, вот с ностальгией вспоминаю это время, это было потрясающее на самом деле время. И вот очень хочется, чтобы Самара в целом и Самарский район в частности остался таким же чистым, ярким, красивым, веселым, зеленым. Вот что для этого делается? Ну, во-первых, что было сделано к чемпионату мира, да, была действительно проведена колоссальная работа по восстановлению фасадов, по прокладке там дорожной плитки, озеленению района и города в целом, да, и сейчас, конечно, эту картинку очень хочется сохранить. Потому что по прошествии уже вот двух лет что-то, естественно, время не стоит на месте. Дорожное ограждение, там, вследствие каких-то дорожных транспортных происшествий, либо в результате каких-то актов вандализма, да, приходит в негодность. На фасадах тоже есть у нас, к сожалению, в районе, да и, собственно говоря, в городе в целом такой бич, как граффити, да, и очень неприятно видеть, когда разрисовывают, в том числе, объект культурного наследия, да и, в принципе, красивые здания, да. Вот за всем этим нужно следить. При подготовке к Чемпионату мира большую поддержку оказали инвесторы, за что им большое спасибо. Очень много было сделано силами фонда капитального ремонта. В настоящее время продолжаются работы по поддержанию и фондам капитального ремонта, и подрядных организаций. Мы эту работу также не останавливаем. Мы ежедневно мониторим весь район, особенно, конечно же, гостевые маршруты, потому что это лицо нашего города. К сожалению, сейчас не так много туристов. Очень ограничено, конечно, да, но мы надеемся, что в скором времени они у нас появятся. И, соответственно, предпринимаем оперативные меры по устранению каких-то недочетов во внешнем облике района. Роман Александрович, у нас звонок, давайте пообщаемся с нашим зрителем, и затем продолжим нашу беседу. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, говорите, вы в эфире. Алло, здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Алло. Звонок, к сожалению, сорвался. Мне подсказывают, Роман Александрович, вот если продолжать разговор о лице Самары и Самарского района, а что делается для того, чтобы жители Самары меньше мусорили? Вопрос, который лично меня всегда волнует, потому что очень хочется, чтобы центр города, да и вообще город был чистым. Вы считаете, что для этого нужно делать? Ну, для этого нужно, прежде всего, воспитывать, опять-таки, самосознание людей, что не там грязно, где мусорят, а там, где не пачкают, да. Вот, поэтому самое главное – это сознание людей, что если ты несешь какую-то бумажку, что ты доносишь до орды. Ну, в большей части да, потому что видно, что и гостевые маршруты, да и, собственно говоря, весь район стал гораздо чище. Да, потом у нас есть такая, ну, это касается жителей района, есть такая, считаю, хорошая практика, заведенная еще где-то в 2010 году, когда мэром города был Дмитрий Гричазаров. Мы, так как у нас небольшая площадь и мусорок ограниченное количество, мы разрешаем жителям крупногабаритный мусор, то есть диваны, там, кресла и так далее, выносить просто на уличную дорожную сеть, и наши службы, подвесные учреждения, они ездят в ежедневном режиме, мониторят и все это вывозят. Собирают. Собирают, да, и отвозят уже на утилизацию. Вот это такое, ну, не нововведение, а вот такая фишка, по-русски говоря, нашего района. Да, жители ей с удовольствием пользуются, особенно вот в период месячника, да, в весенний период, когда становится тепло и хочется сделать, может быть, и ремонт дома, и что-то там обновить. Мы за это там не ругаемся, не штрафуем, а помогаем им избавиться от лишних таких вещей. Самарский район – это район исторический, это район, откуда, в общем-то, можно сказать, пошла Самара. Мы это знаем, помним. В городе, насколько я помню, примерно 500 объектов культурного наследия. Недавно Самара получила статус исторического поселения регионального значения. События важные, события интересные. Вот, на ваш взгляд, что изменилось в районе в связи с этим? Ну, действительно, это событие, очень, то, которого мы ждали, да, оно случилось буквально недавно, и сейчас проходит, так скажем, формирование нормативной документации. Большей частью сейчас этим занимается управление охраной объектов культурного наследия, то есть усиливают зоны охраны, расширяют. Давайте объясним людям, что такое нормативная документация, о чем идет речь? Ну, то есть... Потому что произошло это недавно, и люди просто, может быть, еще не совсем поняли, что произошло. Да, ну, то есть цель создания исторического поселения изначально, да, это сохранение исторического облика, прежде всего, центра города, там в историческое поселение вошел не только Самарский район, но еще и часть Ленинского. Вот, значит, это сохранение исторического облика, восстановление инженерных коммуникаций и ограничение строительства, то, что не вписывается в исторический облик, чтобы у нас там не вырастали какие-то непонятные высотные дома, да, чтобы максимально центр города оставался таким, как он был раньше. — Этот статус, статус исторического поселения регионального значения позволяет много реконструировать и позволяет, ну, скажем так, модернизировать в хорошем смысле слово «Самару», потому что Самарскому району это тоже необходимо и очень бы хотелось. И главное, что требуется модернизировать, это коммуникации. Наверное, вы со мной согласитесь, что это одна из таких важных задач. Вот как идет подготовка к этой работе, что делать, на каком этапе, расскажите, очень интересно. — Ну, я повторюсь, что это событие случилось довольно-таки недавно, и сейчас идет только такая вот, так скажем, проектная работа, какие-то конкретные планы. — Ну, это очень важная работа, потому что от проекта потом... — Несомненно, да, потому что все коммуникации в районе очень ветхие, и практически там, ну, я, наверное, не слукавлю, если скажу, что порядка 80% коммуникаций требуют замены либо модернизации. Идет выверка всех этих участков коммуникации, выстраиваются планы, и когда уже сложится картинка целиком, уже будут нарисованы определенные дорожные карты, по замене этих коммуникаций. — Дорожная карта — это, если переводить, скажем так, на язык общий применяемый, это план работы? — План, да, абсолютно верно. — То есть, когда начнем, на каком этапе, что будет происходить? — В каком порядке. — В каком порядке, в какие сроки, в какие даты, что будет меняться, и так далее, и так далее, и так далее. А с этим можно будет ознакомиться? — Конечно, когда это будет все уже, проектная работа будет закончена, и уже будет понятно, что, в какой срок мы начинаем это все реализовывать, естественно, это будет выложено в общее обозрение публичной плоскости. — Самарский район — это еще и деловой центр города, причем, на мой взгляд, в хорошем смысле слова, такой модный деловой центр, потому что старая Самара, и, естественно, иметь здесь офис — это очень почетно, престижно, удобно, ну и комфортно, потому что рядом набережная. И здесь же всегда была проблема незаконных рекламных конструкций, которые активно при этом убирали. Вот как сейчас обстоят с этим дела? — Ну, опять-таки, вернемся к чемпионату мира. Перед проведением чемпионата мира мы проделали очень гигантскую, колоссальную работу, и в этом направлении тоже. То есть мы убирали незаконную рекламу, незаконные и неформатные, так скажем, вывески, которые не соответствовали историческому облику, и тогда было убрано там более 600 вот таких вот вывесок и рекламных конструкций. — 600 рекламных конструкций? — 600 рекламных конструкций, да. Ну, это не значит, что это большие щиты, да. — А, то есть это не только 3 на 6? — Нет, это не только 3 на 6. Более того, скажу, у нас на территории района нет ни одного щита 3 на 6. У нас, так как пространство довольно-таки ограничено, у нас в основном это реклама фасадная, и мы работали в основном с фасадной рекламой и с фасадными вывесками. Конечно, время не стоит на месте, и после проведения чемпионата мира открываются новые объекты потребрынка. Те предприниматели, с которыми мы провели работу до чемпионата и во время чемпионата, то есть либо привели свои вывески в нормативное состояние, да, либо их сняли. Вот, и с ними, как бы, вопросов практически не возникает. А если какие-то новые объекты потребрынка, либо там офисы открываются на территории района, люди, либо не зная, да, о действующем законодательстве, либо хотят действительно себя выделить, понятно, что это реклама, это двигатель торговли, да, они вешают эти вывески. Мы тоже ежедневно мониторим. Роман Александрович, прошу прощения, мне подсказывают, что у нас есть звонок. Давайте пообщаемся со зрителем и затем продолжим. Алло, здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Добрый вечер. Добрый вечер, представьтесь, как вас зовут? Скажите, пожалуйста, вот, когда снесут дом, объявление висит на фронт за 109. Дом на фронт за 109. Да, дом на фронт за 109. Дом на фронт за 109. Там у нас прошла комиссия по признанию чрезвычайной ситуации. Я сам был в этом доме, смотрел и кровлю, и внутреннее помещение. Довольно-таки, конечно, серьезное повреждение, но прежде всего от времени. Чрезвычайная ситуация была признана. Сейчас департамент городского хозяйства совместно с департаментом управления имущества как раз-таки ставит в прогнозный план тоже конкретную дату. Я назвать не могу, но я обязательно, если телефон в студии остался, я обязательно дату выясню и доведу. Роман Александрович, предлагаю посмотреть еще один сюжет, и затем мы продолжим нашу беседу, потому что вопросов еще много. Вывести строительный мусор в районе 6-го причала. С такой просьбой жители Самарского района обратились к главе города Елене Лапушкиной. После сноса незаконного киоска образовалась свалка, убирать которую будет подрядная организация по муниципальному контракту. Его должны заключить до конца марта. На объезде Самарского района Елена Лапушкина побывала на проблемной площадке. Такое место-то знаковое, красивое очень. Могу вам сказать, что в апреле месяце весь строительный мусор будет вывезен, там будет чистая ровная площадка. А по вопросу использования, ну, ждем прежде всего и от вас предложение, как бы вы хотели ее использовать. Будем советоваться и жителями, жителями Самарского района, может быть, какие-то другие подпредложения тоже. Еще один вопрос, с которым пришли жители на прием, касался восстановления ограждения и благоустройства детской площадки на Максима Горького, 107. Сюда на прогулку приводят детей с 144-го детского сада, так как у самого дошкольного учреждения своей площадки нет. Родители волнуются, оборудование в аварийном состоянии и требуют замены. Там даже отсутствует ограждение. То есть вот в одном месте там то ли самосад, то ли... Ну, я не знаю, по каким причинам, но вот вы не могли бы как-то поспособствовать. Заменить ограждение площадки планируют за счет средств районного бюджета. А для того, чтобы комплексно благоустроить всю территорию, жителям предложили поучаствовать в программе формирования комфортной городской среды. Роман Александрович, итак, важный, сложный вопрос. Это незаконные объекты потреб рынка передали полномочия по их демонтажу в районные администрации. Вот как выглядит ситуация в Самарском районе с этим? Действительно, районным администрациям передали полномочия, но немножко здесь я вас поправлю. По нестационарным объектам потреб рынка, да? То есть то, что не имеет несущего фундамента. Да, 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 безусловно. То, что можно демонтировать. Ну, опять-таки, традиционно возвращаемся к чемпионату меры. В тот период была проведена серьезная работа и в части вывоза незаконных объектов потреб рынка. И в настоящий момент, наверное, похвастаюсь, да, что на территории района нет ни одного незаконного объекта потребительского рынка. Если говорить о стационарных, ну, в чьей полномочия это город, да, у нас остался один объект, он сейчас, кстати, в сюжете промелькнул. Это в районе Шестового причала у нас есть мойка, да, там у нас есть судебное решение о сносе. И на прошлой неделе собственники сами приступили к демонтажу. То есть если они оперативно это уберут, то в скором времени у нас и стационарных незаконных объектов потребительского рынка в районе тоже не останется. А, кстати, вот собственники, насколько они охотно пошли на то, чтобы самостоятельно это демонтировать? Потому что, ну, понятно, что это уменьшает затраты района, уменьшает затраты города вот на все эти виды работ. Каким образом вы смогли их подвигнуть к этому? Ну, вот если касательно этого объекта потребительского рынка, здесь уже не столько мы подвигли, сколько суд. Решение суда. Решение суда. А почему они начали убирать собственными силами, а не силами района либо города? Ну, по регламенту понятно, что если мы убираем за бюджетный счет этот объект потребительского рынка, мы потом собственникам предъявили бы счет, да, выставили бы счет на демонтажные работы. И они понесли бы убытки. А объект неплохой, и, может быть, они используют где-то их потом его на законных основаниях. Ну, то есть, соответственно, они предполагают работать, им не нужны вот эти судебные процессы, не нужны судебные споры. Это те предприниматели, которые планируют работать нормально дальше. Ну, я надеюсь, что это так. Ну, да, безусловно. И платить налоги в районный бюджет в том числе. Оцените эффективность месячника по благоустройству вот в современных условиях в вашем районе. Ну, да, в этом году, конечно, месячник по благоустройству прошел в таком усеченном режиме. Мы в связи с такой ситуацией эпидемиологической мы не привлекали жителей, справлялись с собственными силами. Хотя хочу отметить, что все-таки активные жители выходили на свои придомовые территории и убирали все равно... Это их придомовые территории. Это их придомовые территории, это их инициатива, и это тоже очень приятно. Но основную работу сделали по месячнику мы провели силами администрации, силами подрядных организаций, управляющих компаний. И я считаю, что мы справились с этим неплохо. Мы вывезли более 2000 кубометров мусора, убрали более 500 тысяч квадратных метров территории района, и район находится сейчас в удовлетворительном, даже хочу сказать, в хорошем состоянии. Но, тем не менее, мы не прекращаем работы по благоустройству, и то есть та же работа, которая проводилась во время месячника, она продолжается. Вот сейчас что нужно доделать, на ваш взгляд? Ну, эта работа, она такая перманентная, то есть ограждение покрасили дорожные, да, но, опять-таки, как я сказал, что-то деформировалось, что-то с ними произошло, их нужно восстанавливать. Траву покосили, но мы понимаем, что трава вырастает и вновь. Мусор, о котором крупногабаритные отходы, о которых я говорил, диваны и кресла, которые выводятся, они выносятся жителям на ежедневной основе. И эту работу прекращать нельзя, эту работу нужно проводить постоянно. Федеральная программа «Комфортная городская среда» – программа важная, программа интересная, программа очень полезная, потому что, насколько я понимаю, туда привлекаются федеральные деньги, это возможность, скажем так, благоустроить твою, окружающую тебя территорию за счет бюджета. А что сейчас делается в районе по этой программе? Как идет работа? Да, на самом деле это очень серьезная и хорошая программа. Она хороша тем, что есть софинансирование с федерального бюджета, но еще больше она хороша тем, что она проводится в полном содействии с жителями. То есть перед тем, как начинать работу в каком-то дворе, проводятся встречи с жителями этого двора, если они сами заявляются на эту программу. И если они побеждают, либо подходит их очередь, программа начинает реализовываться именно в их дворе. Но делается именно то, что они хотели. В настоящем, в этом году у нас будет благоустроено по этой программе шесть дворов. Контракт… Это где? Какие дворы? Можете их припомнить? Да, это двор по Степана Разина 44, это двор на Алексея Толстого 25, если не изменяет память. Ну, у нас есть все на сайте. На сайте администрации, да. Это все, все точные адреса можно посмотреть, узнать. Контракт с подрядчиком уже заключен, на первый адрес он уже вышел, и мы планируем, что все эти работы будут закончены до конца августа. До конца августа уже? Потому что, как бы, вот важный момент, на самом деле, это чтобы осенью, когда холодно, или там, когда уже начинает падать снег, чтобы не велись работы. Вот еще один важный момент – это ремонт за счет районного бюджета. Что здесь может быть сделано? Потому что тут уже, как бы, решаете вы. Ремонт за счет районного бюджета. Опять-таки, есть две интересные программы, где участвуют… Ну, первая программа, вы, наверное, о ней слышали, это губернаторский проект «Содействие». Он проходит не на 100% за счет районного бюджета. Основные деньги там – это областной бюджет, потом часть районного бюджета. И, опять-таки, важные вещи, что здесь финансирование идет либо от граждан, либо от юридических лиц, находящихся на территории, и тех людей, которые будут пользоваться потом этим объектом. Первая «Ласточка» такая была в 2018 году, когда мы выиграли в этом проекте. И в 2019 году был реализован проект по установке концертного комплекса в сквере Высоцкого. Там был установлен амфитеатр и сцена, потому что это место притяжения людей. Конечно, мы весной планировали там проведение массовых каких-то мероприятий, программ, но вот ситуация внесла свои коррективы. Но я надеюсь, что в скором будущем все-таки мы будем использовать эту площадку в полную силу. Но мы на этом не остановились и решили дальше облагораживать сквер Высоцкого. Опять-таки, жители этого микрорайона высказали свое положительное мнение по этому поводу. У нас там есть детская площадка, которая давно требовала модернизации. Мы вновь выиграли. Роман Александрович, к сожалению, мне подскажет, что время программы подошло к концу. Я понял, что будете ремонтировать и благоустраивать сквер Высоцкого. Большое спасибо за интересную и содержательную беседу. Надеюсь, мы с вами увидимся вновь и вас будет чем похвастаться. Конечно. В нашей студии был Роман Радюков, глава администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара. Удачи за вас. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин